МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного в студии Геннадия Рузов. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подходит к завершению период единых государственных экзаменов. Практически все выпускники, выбирая дисциплины для проверки своих знаний, делают это осознанно. Нужен связь для поступления в ПГУ на физвоз. То есть дальше тренерская деятельность и так далее. Связанность жизнь со спортом. Служба государственного пожарного надзора отметила свой профессиональный праздник. Что должен знать и уметь инспектор? Помимо достаточно хорошего знания документов области пожарной безопасности, также требуется знание таких документов, как Уголовный кодекс, Административный кодекс, Гражданский кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс. В Пензенской области проходит акция, направленная на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Особое внимание уделяется безопасности детей на дорогах, водных объектах, недопущению подростков на стройке и в заброшенные здания, профилактике выпадения детей из окон. Двигаясь на велосипеде, необходимо переходить через проезжую часть, спешиться с него, вести за руль велосипеда, так же, как если вы являетесь участником дорожного движения на самокате. А теперь подробнее об этих и других событиях. 20 июля в России зарегистрировано 5940 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровело 3258 человек. В Пензенской области диагноз COVID-19 выявлен у 37 жителей региона, среди них двое детей в возрасте до одного года. В Заречном подтвержденных случаев COVID-19 не выявлено. 18 июля 1927 года Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров подписано положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР. Как праздник, день создания органов Госпожнадзора впервые отмечался в нашей стране в 2007 году. О буднях инспекторов Госпожнадзора в репортаже Ксении Тризны. Михаил Скворцов уже 8 лет служит в Федеральном государственном пожарном надзоре. Вместе с коллегами он выполняет важную задачу – сделать так, чтобы огнеборцам не нужно было выезжать на вызов, не допустить возникновения возгораний на территории Заречного. Город поделен на участки. За каждый из них отвечает конкретный сотрудник Госпожнадзора. В профилактике пожаров нет мелочей и незначительных деталей. Сотрудник Госпожнадзора тщательно изучает все – от документации предприятия, организации или учреждения до самого помещения, внутренних коммуникаций, систем пожарной сигнализации, планировки внешнего вида здания. Наружные конструкции пожарные, лестницы. Если на крыше какие-то конструкции – котельные, крышные, фасад здания, из чего он сделан. То есть все это надо смотреть, учитывать при проверках. Ко всем этим конструкциям есть определенные требования пожарной безопасности. А еще нужно свободно ориентироваться в море документации. Нормативно, правовых актах, инструкциях, постановлениях, регламентах. Изучение и знание этого массива информации – одно из обязательных требований к сотрудникам Госпожнадзора. Помимо достаточно хорошего знания документов области пожарной безопасности, также требуется знание таких документов, как Уголовный кодекс, Административный кодекс, Гражданский кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс. Сотрудники Госпожнадзора не только знают все о правилах пожарной безопасности, но и охотно делятся этой информацией с другими. Они регулярно проводят профилактические рейды, рассказывают о требованиях, которые необходимо соблюдать, чтобы уберечь себя и других от огня. Этой весной у них появились дополнительные обязанности. С установлением жаркой погоды, а также в связи с хранической эпидемией, у нас все инспектора ежедневно выходят в рейды по соблюдению масочного режима и по соблюдению противопожарного режима на территории города Заречная. 18 июля Михаил Скворцов и его коллеги по всей России отметили профессиональный праздник – День создания органов Государственного пожарного надзора. Эта структура занимается профилактикой возгораний и стоит на страже покоя людей уже 93 года. О работе службы Государственного пожарного надзора в Заречном сегодня мы поговорим с заместителем начальника специального управления Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России Михаилом Сенькиным. Мы встретимся с Михаилом Александровичем после основного информационного блока. А пока продолжим. Сегодня в общей сложности 68 зареченских выпускников сдавали единый госэкзамен по биологии, английскому и немецкому языкам. Лишь один из них отдал предпочтение немецкому. Было ли волнение старшеклассников заметным или нет, знает Ксения Тризна. Воспитанник школы «Самбо-Русь» Юрий Кулясов готовится к очередному испытанию. На этот раз ему предстоит не схватка с противником на ковре, а сдача единого госэкзамена по биологии. Мне нужно связь для поступления в ПГУ на физвоз, то есть дальше тренерская деятельность и так далее, связь с жизнь со спортом. Чтобы подготовиться к экзамену по биологии, необходимо было повторить много разноплановых тем. От ботаники и зоологии до анатомии и физиологии. Кроме этого требуются знания по другим предметам естественно-научного цикла. Генетика есть и фотосинтез. Есть тоже разные задачи на генетику, на мутации. Также присутствует ботаника, химия тоже есть. То есть различный комплекс. Для всех собравшихся во дворе школы номер 226 – это уже не первый ЕГЭ. Дети успели привыкнуть ко всем особенностям организации сдачи экзамена, к строгой дисциплине и четкому порядку. Это не такая страшная процедура, как всем кажется. В принципе, вполне реально его сдать, если ты готовился к нему. 20 июля состоялись экзамены по трем предметам. Кроме биологии, зареченские выпускники решали задания по английскому и немецкому языкам. Немецкий язык у нас выбрал один выпускник в городе. Английский – 26 человек сдают. Сегодня у них письменная часть, устная часть будет 22 июля. Они ее будут сдавать в Пензенском пункте. И биология. Сегодня у нас заявлено 41 человек на биологию. На решение заданий по иностранным языкам отвели 3 часа, а по биологии – 3 часа 30 минут. Период ЕГЭ практически подошел к концу. Он завершится 24 июля. В этот день зареченские школьники будут выполнять задания по химии. Ксения Тризна, Вячеслав Кюртаев, телерадио, компания «Заречный». Подготовка школ к новому учебному году – дело важное и ответственное, которым учреждения образования занимаются на протяжении всех летних месяцев. Если выразить этот процесс существительными, то получится, пожалуй, следующее – наличие, состояние, готовность, защищенность, укомплектованность. И перечень этот можно продолжить. Что касается укомплектованности учебниками, то в городские школы поступят более 17 тысяч экземпляров учебных пособий. Подробнее в репортаже Ксении Тризны. В зареченских школах принимают груз знаний. В образовательные учреждения привезли новые учебники для детей. Заявки на литературу были сформированы еще зимой. Библиотекари постоянно проверяют состояние фондов, выясняют, какие книги уже стоит заменить. Пересчитываем каждый год. К тому времени, когда нужно заказать учебники, мы пересчитываем, какое количество у нас есть, какое нужно докупить, и отсматриваем год изданий, чтобы закупить новые учебники, заказать их вовремя. Средний срок службы учебников – пять лет. После, как правило, фонды нужно обновлять. Также свою роль играют образовательные стандарты и требования. Уже и по начальной школе нужно было заменить учебники, которые пять лет отслужили. Мы их заменили. Приходят новые учебники. Линейки учебников меняются по всемирной истории. Практически полностью заменилась линейка учебников. С учетом всех этих факторов формируются заявки на получение учебной литературы. Заключаются контракты на поставки. На прошлой неделе в зареченских школах принимали книги от издательства «Просвещение». На этой учебную литературу от издательств «Бином», «Дрофа» и «Вентанограф». Если говорить по сумме, то общая сумма по всем семи школам в этом году были заказаны учебники. Это 6 миллионов 800 тысяч рублей. То есть будут потрачены в этом году на учебники для всех школ города. До конца июля планируется распределить всю учебную литературу по образовательным учреждениям. Всего этим летом в школы должны поступить 17 385 экземпляров книг. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Для предупреждения детского травматизма, пропаганды безопасного поведения детей в природной и социальной среде в «Заречном» проводятся мероприятия в рамках акции «Безопасное лето 58». Инициатором выступило Министерство образования Пензенской области. С 17 по 24 июля в регионе в рамках акции запланированы мероприятия, направленные на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Особое внимание уделяется безопасности детей на дорогах, водных объектах, недопущению подростков на стройке и заброшенные здания, профилактике выпадения детей из окон. 20 июля сотрудники ГИБДД встретились с воспитанниками спортивных школ «Заречного». Такие беседы прошли в бассейне «Заречный» с воспитанниками отделения плавания спортивной школы Олимпийского резерва «Союз» и на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» с воспитанниками отделения бокса спортшколы «Русь», а также в других спортивных учреждениях города. Наталья Елистратова продолжит. На велосипедной парковке возле бассейна «Заречный» нет свободного места. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Союз» приехали на тренировку на двухколесном транспорте. Это очень удобный способ передвижения, особенно летом. Управлять велосипедом довольно просто, но не стоит забывать о правилах безопасности. Поэтому после спортивного занятия юных пловцов пригласили на беседу, где напомнили, как правильно вести себя на дороге. Так как наши воспитанники, спортсмены, приезжают на тренировочные занятия на велосипедах, для этого мы сегодня решили провести беседу с сотрудником ГИБДД, для того, чтобы наши спортсмены не попали в какую-либо ситуацию. Поэтому напомнить еще раз, как себя правильно вести. Инспектор ГИБДД подробно рассказал юным зареченцам о том, как не попасть в беду на дороге. Особое внимание дорожный полицейский обратил на правила передвижения через проезжую часть на велосипедах и самокатах. Подходя к проезжей части, необходимо переходить ее только по пешеходному переходу. Подойдя к пешеходному переходу, необходимо сначала посмотреть налево, убедиться в отсутствии транспортного средства, либо, если транспортное средство приближается, то убедиться, что оно останавливается, либо снизило скорость, после чего начать движение. Двигаясь на велосипеде, необходимо переходить через проезжую часть, спешиться с него, вести за руль велосипеда, так же, как если вы являетесь участником дорожного движения на самокате. Во время общения с госавтоинспектором юные пловцы смогли задать интересующие их вопросы. Очень важно, чтобы своими знаниями о правилах безопасного поведения на дорогах ребята никогда не забывали вользоваться. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». В Заречном стартовал конкурс «Штильные поздравления». 26 июля в нашей стране празднуется День военно-морского флота России. В далеком Балтийском море несет свою вакту ракетный катер, который назван в честь Заречного. На нем служат и ребята, призванные из нашего города. Все желающие горожане могут поздравить моряков с профессиональным праздником. Для этого нужно снять небольшое видео приветствие в адрес военнослужащих. Конкурс «Штильные поздравления» проводит городской Центр здоровья и досуга. Его итоги будут подведены 24 июля. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно подать заявку в нашей официальной группе ВКонтакте Центра здоровья и досуга и записать видеоролик с поздравлением моряков с их праздников. Вы можете принять участие как семьей, как один человек, как целой группой детского садика. Любые ролики мы принимаем. Все участники получат дипломы, а три самых лучших ролика мы отправим в Балтийск с поздравлениями наших моряков, которые служат на ракетном катере «Заречный». После короткой рекламы мы поговорим о работе инспекторов Государственного пожарного надзора. У нас в гостях будет заместитель начальника специального управления Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России Михаил Сенькин. Лови момент выгодных предложений в караване. Колбаса докторская, отяшива, 155,90. Свинина тушеная, семейный бюджет 500 граммов, 89,90. Нектарины, 129,90. Акция действует с 21 по 23 июля 2020 года. Цена указана в рублях. Количество товара по акции ограничено. Лови момент в караване. Я люблю свой город и знаю, с чего все начиналось. Я знаю о его создателях, о людях, которые внесли неоценимый вклад в развитие атомной отрасли и моей малой родины. И я хочу так же, как они, создавать свою историю. Поэтому я участвую в конкурсе «Слава Созидателям». А ты? Прими участие в двух номинациях «Один в один с Созидателем» или «Чем меня вдохновил Созидатель» на своей страничке в Инстаграм. Подробности о правилах и сроках проведения конкурса на сайте. Слава Дефис Созидателям.ру Жилой комплекс «Грин Парк» – это европейское качество по российскому тему. Звони. Подробности по телефону 231-001. Компания «Рекстрой». Скоро стартует конкурс телерадиокомпании «Заречный» выпускники 2020. Теперь в новом формате. Участвуй, побеждай и выигрывай ценные подарки от спонсоров. Следи за рекламой в эфире телеканала «За ТВ» и на сайте городзэк.инфо. Дорогой друг, приглашаем тебя принять участие во всероссийском творческом конкурсе «Слава Созидателям» и рассказать свою историю о герое. Как это сделать? Размести свою работу в Инстаграм. Внимание! Твой аккаунт должен быть открытым. В описании к посту с творческой работой поставь хэштег «Слава Созидателям», а также хэштег номинации, в которой ты участвуешь. Если ты участвуешь «Вдохновленный Созидателем» или «Один в один с Созидателем», ты можешь участвовать сразу в двух номинациях. Добавь ссылку на аккаунты в Инстаграм «Атомные города» и «Слава Созидателям» и поставь лайк под публикацией о конкурсе. Призы и памятные подарки ждут тебя. Подробную информацию об условиях конкурса узнавай на сайте славадефиссозидателям.ру и на странице конкурса в Инстаграм. Лечебно-диагностический центр «Губернский доктор». Прием ведут квалифицированные специалисты и ведущие врачи Царечного и Пензы. Полный спектр амбулаторных анализов, в том числе тест на антитела при подозрении на перенесенную коронавирусную инфекцию. «Губернский доктор» с заботой о вашем здоровье. Телефон для записи 60 88 99. Мы продолжаем выпуск. 18 июля в России отметили день создания органов Государственного пожарного надзора. О работе данной службы сегодня мы поговорим с заместителем начальника специального управления Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России Михаилом Сенькиным. Михаил Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а в Заречном когда появилась эта служба? В городе Заречном в современном понимании эта служба появилась в 80-м году прошлого века. Но мы должны понимать, что функции, которые сейчас осуществляет отдел Федерального государственного пожарного надзора, несли на себе группы профилактики пожаров в каждой пожарной части. То есть можно сказать, с образованием нашего города появилась и эта служба. Это будет корректно. Совершенно верно, да. Скажите, как изменилась эта служба с годами? Может быть, добавились функции какие-то, задачи? Количественно, как состав изменился? Ну, самая основная функция и задача нашего отдела это недопущение роста количества числа пожаров и, как следствие, гибель людей на пожарах. Но, естественно, как и любая другая служба в течение времени добавляются новые функции, корректируются какие-то старые. Поэтому, конечно, мы развиваемся вместе с нашей страной. Ну, в количественном плане выросли? В количественном плане, да. Город как бы рос, растет. И поэтому начинали с четырех человек. Сейчас в отделе восемь государственных инспекторов. Из них двое – это дознаватели, которые непосредственно выезжают на пожары, устанавливают причину пожаров. Вот так вот. Скажите, пожалуйста, вот об одной функции госпожанадзора вы сказали. А еще какие функции и задачи стоят перед службой? Основная задача органов государственных пожаронадзора, как я уже сказал выше, это недопущение роста числа пожаров. И в связи с этим все наши задачи и обязанности исходят из этого постулата. Мы, как надзорный орган, проводим плановые проверки, выдаем предписания по устранению выявленных недостатков. Потом проводим внеплановые проверки по проверке исполнения этого предписания. Если предписание не выполнено, то мы обязаны составлять административный протокол за неисполнение предписаний. При выявлении нарушения требований пожарной безопасности также мы обязаны составлять протоколы. Кроме надзорных функций, на нас возложены и профилактические мероприятия, это и работа с людьми, с жителями. Потому что даже исходя из статистики пожаров в нашем городе основное количество пожаров происходит в жилом секторе. Основная причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем, людьми. И в связи с этим наш основной упор в профилактической работе он как раз связан с работой с населением. Доведение требований до жителей, работа с социально неадаптированными гражданами, которые дают основную причину пожаров. Это работа в гаражных кооперативах, потому что там очень много жителей ежедневно присутствует. С наступлением жаркой и теплой погоды очень большое внимание уделяем работе в частном секторе, где есть возможность разведения костров и как следствие возникновения пожаров. Вот это, наверное, самые основные наши задачи. Как я понял, в штате службы есть инспекторы и есть дознаватели, да? Да. Вот в чем принципиальная разница их действий, их функций? За каждым инспектором закреплен свой участок города, который он обслуживает профилактически и надзорно. За дознавателем таких участков нет. У них работа связана исключительно с пожарами. И профилактическая работа. Беседы, рейды и так далее. Какими полномочиями наделены инспекторы? Ну, на самом деле, полномочий у государственного инспектора очень много. И задач, и, так как я сказал, они выдают предписания, составляют административные протоколы, рассматривают обращения граждан, осуществляют взаимодействие с другими федеральными органами, в том числе исполнительной власти, проводят рейды в осмотре, также проводят дознания по делам о пожарах. Ну, вот самые такие основные, потому что их очень много. Сейчас перечислять все очень долго. Ну да, нашей программы не хватит. Если вернуться к вопросу о профилактических рейдах, вот в этом году, что вам особенно запомнилось? Какие результаты рейдов? Может быть, на что-то хотели обратить внимание наших горожан по результатам этих рейдов? Да, рейды уже проводятся на протяжении трех месяцев. Вот сейчас уже стало, так сказать, немножко получше, но когда мы только начинали эти рейды весной, в апреле этого года, конечно, очень большую обеспокоенность вызывало то, что кругом были несанкционированные свалки горячего мусора, которые могли при установлении сухой погоды загораться, возгораться и приводить к нехорошим последствиям. Но сейчас, благодаря мерам, которые мы приняли, было выписано порядка 15 предостережений, так сказать, владельцам земель, где были эти свалки. У нас сейчас в городе уже относительно чисто, спокойно остались там единичные свалки, по которым мы сейчас работаем. Я думаю, что до конца этого месяца они будут все убраны. Михаил Александрович, скажите, кто вам помогает в этой работе? Большую, конечно, помощь нам оказывает администрация города, которой мы, если мы к ним обращаемся, хоть проблемы, говорим, что там-то у нас есть такая свалка несанкционированная. Просим принять меры со своей стороны. Мы со своей стороны принимаем, естественно, меры. Администрация всегда охотно откликается, помогает, беседует с собственниками, выделяет там денежные средства или автотранспорт для уборки и для обеспечения безопасности города. Скажите, как бы вы оценили работу сотрудников Госпожнадзора? Ну, всегда основным критерием в работе надзорных органов, в частности, Федерального государственного пожарного надзора, являлся, самый главный показатель – это количество пожаров. Я скажу, что в нашем городе на протяжении уже порядка 7-8 лет идет снижение количества пожаров, причем оно устойчивое из года в год, там, один-два случая, но меньше. Вот, на мой взгляд, это, конечно, заслуга всего управления нашего, но очень большой, так сказать, вклад в эту работу именно внесли сотрудники Федерального государственного пожарного надзора, которые предписаниями, административными мерами, беседой, но все-таки наша работа дает результаты, и вот мы видим, количество пожаров у нас в городе снижается, а на охраняемых нами объектах, это ПО «Старт» и объекты уничтожения химического оружия, пожаров и вовсе не допущены. Работа инспекторов, она тесно связана, как вы сказали, с общением с людьми. Вот какова реакция людей? Находят ли инспекторы понимание со стороны горожан, собственников? Вы знаете, в последние, наверное, несколько лет люди стали более ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности. Ну, видимо, это работа в целом и на федеральном уровне, и после тех изонасных пожаров, помните, там и зимняя вишня, и хромая лошадь, люди стали понимать, что это все очень серьезно, и, соответственно, и к людям, которые проводят эту работу, отношение уже немножко поменялось. Но я помню, что те времена, если вы помните, там 90-е годы, когда было очень трудно работать в этом плане, люди были все агрессивные, думали, что мы занимаемся какой-то ерундой и необоснованные требования предъявляем, да еще и штрафуем за это. То есть сейчас обстановка немножко другая, как бы работать немножко проще, но сложнее в другом плане. Стало очень много ограничительных законодательств мер, это и по поддержке малого бизнеса, который там нельзя ни в коем случае перегибать там палку и так далее. То есть ограничений очень много, ну, так будет теперь всегда, я думаю. Будем мы с этим работать. Михаил Александрович, вот в праздничные дни принято говорить о достижениях. Вот какие бы успехи сотрудников Госпожженадзора Заречном вы бы отметили? Ну, наша работа... Ну, помимо снижения количества пожаров. Наша работа, она ведь такая, она больше где-то бумажная, где-то работа с людьми. Мы не выезжаем на пожары, хотя в моем отделе, который я возглавляю, очень много государственных инспекторов, которые имеют аппарат на сжатом воздухе для работы в Средиземне, пригодной для дыхания. Они проводят ежеквартальные тренировки в этих аппаратах. То есть в случае объявления какого-то высокого ранга пожара для его, они также приедут с этими аппаратами в боевой одежде и приступят к тушению. Вот, но в основном, конечно, мы же этим не занимаемся. Для этого есть специальная служба, которая тушит пожары. Мы работаем на предупреждение пожаров. Ведь если плохо сработаем мы, тогда работа будет у службы пожаротушения. Но, тем не менее, заслуги, конечно же, есть. И в нашем отделе есть награжденные ведомственными наградами. Так, три сотрудника награждены медалями МЧС России за пропаганду спасательного дела. Один сотрудник за предупреждение пожаров. А также один сотрудник награжден не совсем свойственной для нас медалью. Это за отвагу на пожаре. Так получилось, что во время рабочего дня старший дознаватель Соколов Дмитрий шел мимо гаражей. И увидел, что из гаража одного идет дым. Вот, он открыл ворота и выточил из задымленного гаража гражданина, который, в принципе, оказалось, что он спас ему жизнь. Если бы он там еще пролежал несколько минут, то угарно-газом бы отравился, и все могло очень плохо закончиться. Так что у нас вот есть и такие герои. — Если говорить о кадрах, скажите, есть ли у вас династии? — Да, в пожарной охране, в принципе, это очень сильно развито. В профессиональной династии у нас и в управлении много династий. Я знаю, что и по стране много династий. Но если применимо именно к отделу государственного пожарного надзора, то династия у нас есть тоже династия. Это в нашем отделе работал Горбунов, Владислав Николаевич, и сейчас его дочь. Работает младшим инспектором профилактики в третьей пожарной части. Поэтому у нас как бы тоже это есть. Сейчас заканчивается пора ЕГЭ. Многие выпускники выбирают дальнейший путь. И наверняка кто-то из них, возможно, решит связать свою жизнь с противопожарной службой. Вот скажите, чтобы стать дознавателем или инспектором госпожнадзора, что необходимо, куда идти, какими качествами обладать? Ну, во-первых, нужно иметь желание работать в этой сфере. Второе, иметь хорошее здоровье. Потому что требования к ученикам, которые будут потом впоследствии учиться в системе МЧС России, они очень высоки. То есть не иметь никаких проблем с здоровьем. Третье, хорошо сдать ЕГЭ. Потому что конкурс достаточно большой, желающих много поступить туда. Ну, а какие свойства нужны? Ну, в первую очередь, усидчивость, терпение. Я сейчас говорю про государственный пожарный отзор. Потому что работы очень много с документами. Нужно перерабатывать большой объем информации. Нормативная база очень часто меняется. Причем меняется кардинально. Приходится заново иной раз учить документы. Ну, и коммуникабельность. Потому что работа с людьми, работа не просто с гражданами, с обычными. Бывает очень часто у нас работа с руководителями организаций. Которые, если ты будешь слабо подготовлен, им будет с тобой неинтересно сговориться. Ну, вот такие основные качества. Михаил Александрович, я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вам и вашему коллективу дальнейших успехов. А нам всем дальнейшего снижения пожаров. Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях был заместитель начальника специального управления Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России Михаил Сенькин. Мы говорили о Государственном пожарном надзоре. 18 июля в России отметили день создания данной службы. На этом все. Будьте осторожны с огнем. В Заречном и области продолжается особый противопожарный режим. Здоровья вам и вашим близким. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»